то о чем вы не знали. Сегодня произошло просто невероятное, миленько, но колхозненько. Это видео хочется начать со слов то о чем вы не знали. На самом деле я шучу. Я просто только что поела. Теперь могу вот так вот выпечить живот. Такая суперсила у меня появилась после беременности, потому что он был очень сильно растянут, и теперь я могу его гонять туда-сюда. Что вам делать с этой информацией, я не знаю. Просто я немножко нервничаю. Сегодня произошло кое-что невероятное. Сегодня где-то пару часов назад мне позвонили и сообщили, что мою операцию на носу переносят на более ранний срок. Я этому даже немножко рада. Дело в том, что я была записана на первое число, потом на 29-е, а 29-го должен начаться ретроградный Меркурий. Я не могу сказать, что я прям слишком там помешана на астрологии. Нет. Но все-таки, если этого нюанса можно избежать, почему бы и нет. Так вот, меня перезаписали на 29-е число. Это еще не ретроградный Меркурий, и мне будут делать операцию. Сегодня я быстро, срочно, припадочно чищу все перышки. Делаю все, что нужно сделать по-женски, потому что недели две я буду ограничена. И я хочу нормально выглядеть эти две недели, поэтому сегодня я съездила, сделала маникюр. И сейчас вы знаете, где я нахожусь? Я опять приехала в The Lace. Хочу еще раз померить этот белый костюм. Очень многие из вас мне в Инстаграм писали, Даша, бери. Вот так что сейчас решу. Еще хочу померить вот такое вот платьице. Платье с шитьем я решила пока не брать, потому что, на мой взгляд, все-таки оно стоит достаточно дорого. Я думаю, что аналогичное что-то можно найти подешевле. Ну, а если нет, значит, не судьба. В общем, давайте сейчас померимся и решим, что делать. Платье номер 1. Мне его дали в размере L, потому что М-ки уже нет. Я хочу сказать так, я его, конечно, затянула хорошенько, чтобы оно не было велико. Но все-таки, конечно, хочется, чтобы вот эта волна начиналась не где-то по боковому шву. Мне кажется, для моего типа внешности миленько, но колхозненько. Немножко немой вариант, однозначно. На вешалочке оно мне нравилось, на мне оно как-то так. Решила примерить этот костюм все-таки еще с шортами. Знаете, почему я так парюсь? Потому что, допустим, я хотела вот это платье, и я на него банально не успела. Их все расхватали, и оно осталось одно-единственное в размере XS в одном магазине. Поэтому я думаю, что эти костюмы тоже не заваляются, и мне нужно определиться. Вот показываю вам с шортами. И вот еще раз этот костюм с юбкой. Ну, не знаю, что-то мне смущает. Куртку и топ я однозначно возьму. А вот шорты и юбка как-то нет. Еще взяла вот такую рубашку-платье. Все такие вещи классно носить, как верхний слой. То есть сначала это какая-то майка-шорт и юбка джинсовые, допустим. И сверху вот такая расстегнутая рубашка. И на мне, кстати, размер XSS, потому что эмок еще нет. И все равно она достаточно объемная. Я про нее подумаю, потом посмотрю сама на себя в своем блоге. И решу, может, закажу себе, но все-таки хочется ее побольше, эмочку. Вот нашла размер ML, она в молочном цвете. Прикольно она смотрится. Представляете, с джинсовой юбкой или с джинсовыми шортами, с какой-то майкой летом. В общем, если что, на сайте можно будет взять голубую. Это, конечно, самое важное дело, которое следовало сделать перед операцией и купить себе смотки. Ну, блин, я девочка. Вдруг потом не будет, заберут. Я уже приехала на ресницы. Тут, кстати, детская спортивная площадка. Если будут слышны посторонние громкие звуки, то вот тут играют в мальч. Я сначала подумала, может быть, мне нарастить ресницы, а не делать ламинирование. Это все-таки будет удобно, это будет красиво. Но потом я поняла, что нет, я их терпеть не могу. Я ненавижу ощущение наращенных ресниц на своих глазах. Мало того, когда я мою голову с наращенными ресницами, у меня такое ощущение, что у меня на ресницы попадает просто, не знаю, какой-то тон на чего-то. И мне настолько некомфортно, мне настолько неудобно и неприятно. И несмотря на то, что после операции какое-то время... Мне, наверное, придется ходить в салон и мыть голову там, потому что я не смогу ни под душем стоять, ни наклонить голову вниз. Все равно не хочу, все равно не могу. Сделаю ламинирование и все. У меня сейчас есть полчаса времени в запасе, потом у меня будет встреча по работе. И знаете, куда я хочу сходить? Я хочу сходить в магазин Прада. Он тут недалеко, и я уже очень давно, задумываясь над покупкой сумки. Пришли. Идемте смотреть. Я очень хотела вот эту сумку. Где же вам цвете? Вот в таком. Но ее в магазине в нашем киевском бутылке нет. Есть только вот такая зеленая и черная. Ну, она классная, конечно. Можно и под спорт вот так носить, а можно просто отстегнуть этот большой ремешок и носить вот эту лечечку. Прям такой идеальный небольшой размерчик. И есть еще вот такая. Это, конечно, совсем малютка. Мне кажется, она даже по комплекции мне немножко со мной несоизмерна. Вот я с кошельком вышла. Вот этот размер гораздо лучше. И на плече ее можно носить и в руках, и вот с тем широким ремешком через плечо. Еще есть вот такая модель Клео, и она тоже на длинном ремешке. Либо можно прицепить короткую часть и носить ее подмышкой. И она должна быть в бежевом цвете. Тоже интересная. Пока тех цветов, которые я хочу, нет в наличии. Но я хотя бы померила, присмотрелась и буду думать. Ну что, всем доброе утро! Наступил следующий день. Я хочу вам показать эффект на своих ресницах после ламинирования. В принципе, когда свои ресницы достаточно длинные, то при ламинировании получается такой эффект деликатного наращивания. Как будто бы я сделала 2D реснички. Теперь буду себя увереннее чувствовать эти две недели, пока у меня будет пластырь на носу, возможно, какие-то синячки. Хотя бы ресницы будут в порядке. А еще, девочки, хочу вам показать просто бомбический уход за волосами. Я недавно себе купила вот такую вот линейку от бренда Joyka. Эта линейка предназначена для поврежденных и окрашенных волос. И, боже мой, какая же это магия! У меня шампунь-кондиционер. Еще я взяла спрей. Вот он. И также взяла сыворотку для кончиков. Вот эти средства превращают волосы просто в какой-то шелк. Они настолько гладенькие, блестящие, красивые. Короче, я просто в шоке. Меня давно так ничего не поражало и не удивляло. Поэтому, если вы в поиске классного ухода за волосами, и у вас тип волос подобный моему, то обратите внимание на вот эту вот линейку для окрашенных волос. Я давайте сейчас посушусь и покажу вам, какой результат эти средства дают на моих волосах. Естественно, я использовала шампунь-кондиционер. Теперь спрей. Его нужно взболтать. Он дает и термоэффект, и также облегчает расчесывание. Делает волосы еще более гладенькими, мягенькими. И обладает приятным ароматом, что тоже такая дополнительная плюшка. И потом наношу вот этот серум, где-то 4 раза я нажимаю на помпу и распределяю его по кончикам волос и по длине. Напомню, что волосы у меня тонкие, не слишком густые и прямые. Все, теперь наклоняю голову вниз и приступаю к сушке. И вернусь к вам уже, когда волосы будут сухими. Так, ну что, с феном я закончила. Волосы у меня не на 100% сухие. Я никогда не досушиваю волосы до конца, чтобы они, собственно, не пересыхали и не повреждались. Я всегда оставляю их слегка влажными. И посмотрите, какой крутой эффект. Во-первых, кажется, что волос реально в 2 раза больше, чем есть на самом деле. Во-вторых, они такие гладкие, они такие мягкие. Они вообще, вот видите, не путаются. Их хочется постоянно трогать. Ну, лучше этого не делать, чтобы они не замыливались, не засаливались. Ну, короче, эффект прям очень-очень крутой. Я в шоке. Посмотрите, какие они блестящие. Реально, как зеркало. Так что, девочки, редко меня что-то так сильно впечатляет. Но вот этот вот уход от Джойка очень-очень рекомендую. Кстати, покупала я это все на сайте Натина. Я очень люблю этот сайт, Натина Юа. Потому что у них цены гораздо ниже, чем у всех остальных интернет-магазинов. Насколько я знаю, склады у них находятся в Чехии. Доставляют они свои товары из Европы. И доставка занимает где-то 4-5 дней. Мало того, у них всегда можно выловить какие-то классные предложения. Потому что у них часто бывают какие-то акции, скидки. Например, бренд Элэмис. Это достаточно дорогостоящий бренд супер-классного качества. Первое, что я попробовала из этой косметики, это был вот такой вот крем. Он у меня уже заканчивается ночной. И это такая фантастика. Я его просто обожаю. И мне хотелось приобрести себе что-нибудь еще. И я дождалась скидки акции. И купила себе еще кремчик под глаза. Эта линейка называется Pro Collagen. Это даже не крем, а маска. Вот так вот он выглядит. Очень питательный, очень насыщенный. Я использую его, если честно, и утром, и вечером. Он разравнивает морщинки. Он напитывает кожу под глазками. Он ее разглаживает. И она действительно становится гораздо моложе и красивее, чем без этого крема. Короче, я от него просто в восторге. Вот эта линейка Pro Collagen у Элэмис это бестселлер. Как-то неожиданно у нас включилась лампочка. Ну, окей. Еще у бренда Элэмис есть бестселлер. Это вот такой бальзам для снятия макияжа. Я тоже его купила на сайте Натина со скидкой. И мне он очень понравился. Он замечательно очищает кожу. Мало того, мне кажется, он как будто бы ее питает. То есть, о пересушивании вообще речь не идет. Он действует по типу гидрофильного масла. То есть, я вечером наношу его на макияж, массирую, смываю. И кожа становится какая-то такая напитанная, увлажненная. Как будто бы я уход нанесла. Я еще таких очищающих средств, если честно, не встречала. Так что, от вот этого очищающего бальзама я просто в восторге. Также крем под глазки. Это просто супер. Если вы тоже интересуетесь косметикой данного бренда, очень рекомендую вам вылавливать на сайте Натина скидки. Потому что, как я уже сказала, эту косметику там можно приобрести по очень-очень приятной цене. А я просто в восторге от своих волос. Пойду их досушивать за чашечкой кофе. Потому что после завтрака прошло уже больше часа. Я, кстати, не пью чай или кофе вместе с едой. Потому что они блокируют усвоение полезных микроэлементов. Жду, когда пройдет часик или полтора. И потом могу себе позволить кофеек. Вот, заболталась я с вами. В общем, пойду пить кофе и досушивать свои красивые волосы. Уселась тут на диване. Я хочу, кстати, сейчас заполнить свой счастливый дневник. Он такой жизнерадостный и желтый. Это Happy Me Journal, который создала Алла Клименко. Я очень люблю ее инстаграм и ее ютуб-канал. Она психолог, которая очень много лет изучает счастье. И много об этом пишет и рассказывает. И я всегда вдохновляюсь ее какими-то мыслями, постами, видео. И также приобрела ее дневник. С огромным удовольствием его заполняю. Тут есть инструкции, всякие интересные пункты. Каждый день я пишу свое слово дня, аффирмацию, о чем я хочу думать, что сделает мой день классным. О своих мечтах, о своих мыслях и так далее. Заполнять его можно как угодно. И когда угодно я просто обожаю это дело. У меня сегодня было очень много разных дел. И я уже больше ничего не успела для вас поснимать. Уже поздний вечер. Хочу сейчас быстренько смонтировать влог, чтобы завтра вы увидели его на моем канале. Завтра у меня операция. И когда вы будете смотреть влог, скорее всего меня уже прооперируют. Либо я буду как раз на операции. Так что держите за меня кулачки. Я буду чувствовать вашу поддержку. Надеюсь на лучики добра, лучики позитива, лучики света. И да, я очень счастлива. Я хочу, чтобы уже все было скорее произошло. Я не сомневаюсь, что все будет супер-пупер. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам заранее. За все ваши комментарии. И все. Увидимся с вами в следующем видео. Очень-очень скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!